Всех приветствую, продолжая путешествовать по древнеегипетской мифологии, Таур Верин, богиня-покровительница беременных женщин. В древнеегипетской мифологии Таур изображалась в виде стоящей самки гиппопотама с выраженной женской грудью, а скалит зубы женским париком на голове. Облик гиппопотама с большим животом напоминал беременную женщину. У богини был на хребте крокодиль и хвост, либо она несла крокодилу на спине или в руках. Нередко Таур сжимает в руке нож и слоновой кости или символ жизни Ан, также известен как ключ жизни или ключ Нила. Горлышки сосудов часто лепились в виде богини, из груди которой лился напиток. Похожей на Таур была фиванская богиня воспитания и Бат, и Бет, и Пи, иногда Ререт, свиноматка, также изображавшаяся в виде гиппопотама, но с львиными ногами. Первоначально исполняла роль богини плодородия. Кроме того, Таур покровительствовала покойным в Дуате, загробном мире, отгонялась злых духов от жилищ, считалась защитницей восточного горизонта. Ее изображения в виде амулетов дарились беременным женщинам или подносились в храм, чтобы обеспечить легкие роды. Таур и Бес были весьма популярны в Толомеевской и Римской периоды в качестве домашних божеств, охранителей, фигурки которых ставились на полки или небольшие ниши в стене. Почитание богини продолжалось до V века н.э. Иногда они упоминают как ожение бога Сет, одним из обличий, который также был гиппопотам. Но так вкратце из Википедии о Тау, в древней египетской мифологии богини-покровительнице беременных женщин. Пока-пока, до свидания. Субтитры подогнали Симон.